Генеральная репетиция. В школах ЗАТО Фокина проходят последние тренировочные экзамены перед началом государственной итоговой аттестации. Выпускники 11 классов проверяют свои знания на базе 256-й общеобразовательной школы. Для девятиклассников городского округа пункт проведения экзаменов организован в 251-й школе. Тяжело в учении, легко в бою. Цитаты, популярные в военном деле, находят применение и в системе образования. В школах городского округа в дни подготовки к государственной итоговой аттестации тренировочные экзамены проходят по всем основным школьным предметам. Цель данного мероприятия – отработка организационных и технологических процедур. Основной экзамен – это, конечно, большая ответственность. И не только организаторы, технические специалисты, руководители ПП и члены ГЭК должны быть уверены в том, что у них все в порядке. Но и дети должны попробовать саму процедуру, чтобы они не переживали, не волновались, а уже зная сам механизм, приступали спокойно к работе и знали, что их ждет. 15 мая, в день заключительной апробации, учащиеся смогли проверить свой уровень подготовки по информатике, русскому языку и устному английскому. Перед началом экзаменов выпускники, конечно, волнуются, но сохраняют присутствие духа, так как уверены в своих знаниях. Если опираться на апробацию, то я могу сказать, что, в принципе, я готова к экзамену. Как-то увереннее себя чувствуешь. Условия проведения тестовых экзаменов максимально приближены к реальным экзаменационным испытаниям. На входе организована проверка с рамкой металлоискателя. Ученику разрешено пронести в класс только паспорт, ручку, возможно, бутылку воды. Все электронные гаджеты и телефоны остаются за пределами аудитории. Контроль за соблюдением строгих правил осуществляется с помощью технических систем наблюдения. У нас техническая оснащенность соответствует требованиям. У нас есть два технических специалиста, которые заранее готовят технику, устанавливают все программные обеспечения и на английский, и на информатику. Подготовка проходит за пять дней до начала экзамена. Потом они проходят контроль технической подготовки за сутки по определенному времени, по определенному графику. Поэтому есть основные станции, резервные станции. Все это в достаточном количестве. То есть, если что, не дай бог, произойдет сбой, есть на что будет поменять основные станции. Камеры видеонаблюдения установлены в каждом экзаменационном классе. Запись в режиме реального времени транслируется на монитор и передается в краевой центр. В таких условиях воспользоваться шпаргалкой или помощью друга нет никакой возможности. Да и не стоит рисковать своим будущим в столь ответственный момент. Здесь, конечно, вариант такой, что если вдруг ребенку удалось списать и в момент списывания его не заметили, то видеозаписи еще в некоторых количествах хранятся. То есть, они потом могут быть просмотрены. И если будет доказано, что ребенок списал, то его результат аннулируется. Конечно, здесь лучше не рисковать, а надеяться на себя, на свои силы. Потому что, ну, то кому как повезет, наверное, не пройдет. Последний тестовый экзамен на базе 256-й школы прошел в штатном режиме, без сбоев и замечаний. Успешной оказалась и апробация, проведенная в 251-й школе. Главный заключительный итог проверки – пункты проведения экзаменов зато Фокина полностью готовы к основному периоду проведения государственной итоговой аттестации, которая стартует уже через неделю, 23 мая. Остается только пожелать фокинским выпускникам ни пуха, ни пера.